привет дорогие друзья с вами Денис у нас сегодня 22 сентября маленький дождик накрапывает в общем погода переменчивая а я нахожусь возле здания недавно построенной эстонской художественной академии пойдемте друзья немножечко погуляем здесь по району приблизительно можно сказать так центральный таллин недалеко от балтийского вокзала пассажирского вокзала и вот я сейчас направляюсь подхожу к зданию эстонской художественной академии вот так она выглядит здесь какие-то мастерские видимо находится ну вот такое симпатичное недавно открытое здание кстати на открытии здания присутствовала президент эстонии керстика юлайт присутствовали двое министров министр образования министр культуры а также мэр города таллина вот такое замечательное здание художественной академии эстонии несколько лет назад еще различные факультеты этого этой академии были разбросаны по разным местам города таллина но сейчас их собрали в единое здание которое выглядит очень даже симпатично и очень привлекательно здесь поставлены деревянные скамейки а также поставлена интересная разрисованная студентами так называемая можно так сказать картина вот такая у нас эстонская художественная академия открытая совсем недавно друзья сегодня хочу поговорить я о следующем сегодня у меня в новостях хочу затронуть тему прослушки в эстонии дело в том что на портале новостей дельфи эстонском портале новостей появилась такая информация появилась информация согласно которой в эстонии прослушивают эту информацию по данным одного из мобильных операторов эстонии фирмы теле я прослушивать в эстонии очень интенсивно и в последние годы прослушка увеличилась если в 2000 давайте я вам зачитаю новость значит новость такого плана если министерство юстиции эстонии в 2007 году дала разрешение на слежку 1776 то в 2017 году этих разрешений на слежку было выдано уже друзья 3154 как мы видим разница очень большая за 10 лет идет в пользу увеличение слежки далее вот я кстати нахожусь это художественная академия располагается по адресу пыхе поезды 7 вот такой район граничащий недалеко от старого города и пассажирского вокзала города таллина но здесь вот кстати табличка на которой написано что построено здание было в 1932 году архитектором хаберманом здесь располагалась тридцатые годы значит чулочная фабрика чулочная фабрика а теперь в этом здании и частичных пристройках которые были еще советского времени и недавно также пристроена абсолютно новая пристройка здесь великолепная художественная академия располагается так вот друзья что же опубликовал портал дельфи новостной и какую же информацию он нам сообщил в 2017 году в сетителе в эстонии было прослушано 4596 звонков а в швеции было прослушано 3822 звонка а в финляндии 3640 звонков то есть невооруженным взглядом видно что в эстонии прослушано больше и как сообщает этот портал новостей значит если принять во внимание количество абонентов этой сети и количество населения то в швеции прослушивают в 10 раз больше чем в эстонии а в финляндии прослушивают в 5 раз больше чем в эстонии вот так такие новости нам преподнес портал новостей дельфи а ну да прослушивает конечно же больше ну может быть из-за того что в последнее время как я уже сказал прослушают больше из-за того что крымские события были в 2014 году донбасские события у нас тут не утихают и видимо эстонское правительство решила усилить слежку пусть решила подстраховаться решила больше уделять внимание безопасности своей страны видимо не доверяет российскому режиму который сейчас у власти а вот это информационный стенд здесь находится который знакомит об истории этой чулочной фабрики фотографии тут как все было в прошлом ну а теперь здесь вот даже советская фотография значит фабрики ну а теперь как я уже сказал здесь отреставрированная реновированная и снабженная новым оборудованием эстонская художественная академия друзья я нахожусь на улице к цебу и вот здесь не недалеко от дома по адресу к цебу опять вот так выглядит этот старинный дом но вообще об этой улице можно сказать следующее дома здесь разные покрашенные и не очень пока покрашенные как в собственно часто бывает у нас городе таллине но про этой улице я вам хочу рассказать такую информацию интересную улица названа в честь и выдающегося русского мореплавателя отто к цебу который жил в 1800 годах и который совершил кругосветное путешествие плавание на паруснике надежда в 1803 здесь 1803 по 1806 год он совершил это путешествие под предводительством знаменитого другого из знаменитого эстоноземельца крузенштерна мореплаватели и вот они вдвоем совершили это путешествие ну а дальше судьба отто к цебу была связана с эстонией он прожил здесь до 1846 года скончался в эстонии и был захоронен в поселке козы харинского уезда что в юго-востоку от таллина вот такая судьба этого мореплавателя в честь которого названа эта улица вот кстати недавно построенный на этой улице новый абсолютно новый жилой дом вот так он выглядит ну что ж друзья здесь у нас такая вот площадь а я хочу рассказать вам еще некоторую информацию дело в том что задержали гражданина эстонии евгения славина гражданин то он эстонии а работал он на разведку россии г.р.у. и передавал секретную информацию о объектах эстонии передавал он эту информацию посредством электронной почты а также телефона ну вот я уже сказал что прослю прослушивают у нас даже в эстонии казалось бы эта информация достоверна эта информация не скрывается прослушивать при помощи санкций суда и прокуроров можно прослушивать он видимо этого не знал и он переписывался по электронной почте и по телефону общался с спецслужбами россии переписывался то переписывался но в итоге попался и ему суд эстонии этому гражданину эстонию эстонии с русской фамилии с русским именем присудил один год и восемь месяцев решения свободы за сотрудничество с разведкой россии за сотрудничество с организацией г.р.у. таким образом друзья что можно сказать из района города талина построенная по которым построена недавно вот этот еще один жилой дом друзья но не надо сотрудничать не надо переписываться не надо звонить по телефону и выкладывать всю подноготную вас прослушают вас раскусят вас выведут на чистую воду лучше не надо это такие мои пожелания из города талина такие вот у меня для вас новости от дениса всем добра до новых встреч хорошего настроения